все привет друзья с вами снова александр и я сегодня вам расскажу о новиночке от компании appa baby очень популярной колясочки моделька называется круз круз у нас вот обычный стоит а сегодня мы будем ее сравнивать с версией 2 это обновление вышло 2000 2020 года сделали реально большую работу скажем так и и сделали почти совершенной коляской но сразу скажу она стоит не дешево где-то пол айфона последнего поэтому очень интересная колясочка сегодня с вами сравним давайте начнем с технических характеристик потому что здесь интересный момент получается что коляска стала больше у нее стали больше колеса в нее появилась амортизации стало больше сиденья и весит она ровно столько же сколько без этого всего весит предыдущая версия 9 и 8 килограмм а все остальное же практически одинаково 22 с половиной килограмма ребенка максимальный вес выдерживает из полугода можно катать детей единственное еще отличие не глобальная у версии простой предыдущий с 57 сантиметров до колесная база у версии 258 сантиметров то бишь колесная база стала чуточку шире на самом деле настолько незначительно все что до 63 сантиметров я считаю достаточно узкой и вы везде спокойно проедете поэтому тут такое так давайте сравним с вами сразу же сверху вниз начнем глобально отличаются они в основном шоссе во всем остальном они очень похожи материалы у них сильно поменялись материалы в предыдущей версии тоже дорогие очень качественный хороший придраться к ним очень сложно но в версии 2 они стали еще тактильно приятнее реально ее прям хочется трогать хоть бери и одевай на себя в общем материал стал ощутимо приятнее тактильно и мягче этот чуть грубее что касается козырька здесь добавили полноценную секцию с небольшим смотровым окошечком и еще одно окошечко вот здесь накрывающийся так аккуратно здесь же в основном две секции и есть вот такая вот выдвижная дополнительная секция которая прячется в принципе она компенсирует отсутствие вот такой но здесь мне кажется можно опустить еще дальше смотровое окошечко же здесь получается на полностью на всю секцию мне кажется слишком много это излишне достаточно маленького отсека чтобы вы видели ребенка и при непогоде было закрыто то есть и открыть в принципе всегда можно закрыть не знаю в общем маленькая мне кажется тоже вполне себе оправданным еще что сразу глазу не видно но как только берусь за ручки сразу же понятно предыдущей версии мне ручка нравится ощутимо больше она сама больше кожа здесь и здесь натуральная они в принципе высочайшего класса здесь даже кожа отборная даже прыщичка не было на этих кусках кожи поэтому что касается качества кожи здесь просто все на высшем уровне но вот здесь кожа чуть чуть менее скользкая нежели чем в новых версиях здесь круглая она ручка а здесь чуть-чуть она приобрела такую прямоугольную форму и хват немножечко изменился мне вот предыдущий по тактильным ощущениям по хвату нравится больше вот собственно что касается ручки естественно высота у них регулируется мне вот сто восемьдесят шесть сантиметров рост поэтому смотрите здесь мне кажется под любой рост можно отрегулировать и телескопическая система хороша тем что я дальше от коляски я ее не пинаю когда выдвигаю ручку мне вот так больше нравится соответственно дальше что касается сиденья сиденья в них тоже поменялись потому что сам в версии 2 сидушка стала глубже и подножка стала длиннее то бишь более рослый ребенок будет комфортнее себя чувствовать в этом плане зачет пятиточные ремни без накладки на паховой зоне мягкой только на плечевой но и в предыдущей версии все идентично бампера тоже в коже тоже откидываются как калиточка в общем глобально конструктивно стало все на прежнем уровне хорошо поэтому все ровненько так они напомню здесь гамаки я имею ввиду сами сиденья гамаком сделаны это когда ребеночек спинка все лежит а ножки чуть-чуть полусогнуты вообще как бы бытует такое знаете мнение что а это же капец как неудобно но на самом деле здесь есть не медицинская точка зрения это более правильное положение для ребенка лучше кровообращение у ребенка и в принципе абсолютно нормально комфортно ребенок здесь спит не знаю почему все придираются чтобы типа полностью ровно и не знаю устал ребенок он поверьте мне и сидя уснет поэтому это очень комфортно и хорошо тоже напомню блок здесь у нас реверсивный можно против хода ставить сразу же 6 месяцев исполнилось спокойно опускаем все и гуляем у нас есть визуальный контакт с ребенком так что еще у нас из интересных отличий кроме тех что я обозначил вы их видите и так визуально здесь у нас в корне поменялась рама она уже похожа на свою старшую модель код vista модель у них есть такая здесь у нас появилась амортизация смотрите какая достаточно большим очень таким приличным ходом колеса у нас здесь не надувные это резина причем резина достаточно мягкая это не как полиуретан такая знаете и дребезжалка на дороге здесь все четко колеса передние естественно блокируются если нужно преодолеть неровность с этим все окей так и по поводу багажников смотрите здесь так как я уже сказал она очень похожа на висту на свою старшую модель и багажник в большей части она позаимствовала по конструктиву такой же здесь у нас он стал длиннее но появилась вот перегородка самой рамы этот момент нужно учитывать когда что-то сюда кладете потому что он чуть-чуть скрадывает пространство предыдущей версии такого нет здесь просто большой глубокий багажник он чуть короче кстати и в обе в обоих вариантах есть всякие там ниши отсеки куда можно что-то положить с этим все окей здесь также можно вот нагнуть освободить доступ как бы что-то положить но здесь можно и спереди спокойно что-то загружать если ребеночек отдыхает спокойно все это можно сделать поэтому вот такое вот отличие здесь большой хороший багажник и здесь большой хороший багажник ну вот тут багажник мне нравится чуть большего что нет это перекладины рамы поэтому тут как-то поприкольнее вроде но это мое личное мнение она не последнего станции поэтому выбор за вами естественно так что касается тормоза он тоже здесь поменялся раньше была одна педалька нас посередине сейчас у нас есть педалька ставим на тормоз с правой стороны снимаем с левой стороны не нужно обуви ничего корябать все четко все хорошо вот так давайте теперь сравним не с точнее га не сравним а посмотрим как она складывается складывается в этом отношении она особо не поменялась все как было хорошо так и осталось чтобы сложить у нас здесь два крючка с правой и слева одинаковый положение прогулочного блока должно быть по ходу вот так вот опускаем все до щелчок щелчок услышали все окей нажимаем пускаем подножку и вот собственно что у нас получается достаточно компактная конструкция и особо много места в квартире занимать не должно чтобы разложить после щелчка у нас здесь фиксатор срабатывает он как раз таки звук этот издает его отжимаем и потом можем ставить и соответственно больше ничего делать не нужно все готовы ехать подножечка единственное будет всегда необходимо и возвращать в исходное положение собственно и все соответственно давайте подытожим по обзору мне самой коляске же добавить нечего все рассказал но мое личное мнение коляска мне зашла она даже впечатлила меня своим качеством таким размахом все здесь прям классно сделано и умудрились удержаться в рамках 10 килограмм веса это прям круто потому что она большая крупная полноразмерная коляска еще 10 килограмм это прям четко так до обновление отличная но она стала дороже она достаточно дорогая пол айфона современного скажем так последняя версия топового айфона это половина его стоимости приблизительно поэтому ну как бы когда люди говорят что ух как дорого а у самого самый последний айфон за 130 тысяч она ребенка вот 50 тысяч жалко ну я немножко не понимаю таких людей продай айфон купи ребенку коляску я не знаю мне кажется это вот немножко неправильно коляска отлично это первый транспорт ребенка поэтому она должна быть хорошей если есть такая финансовая естественно возможность вот но круз первой версии он как был классным вариантом и таким же и остался и пока он продается вы можете сильно сэкономить и получить тот же премиальный продукт без этих вот плюшечек которые назвал и купить ее дешевле это обе коляски очень надежные так как калашников безотказная коляска и сломать реально сложно у них практически вообще нет гарантийных обращений вот поэтому как бы с качеством все окей здесь вы покупаете сэкономили здесь вы покупаете самый топчик самый жир за чуть чуть дороже поэтому делать выбор естественно как всегда вам но я собственно закругляюсь если было интересно и обзор вам был полезен ставьте свой царский лайк обязательно подпишитесь на канал нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров и first bug и большое спасибо за предоставленную коляску на обзор удачи вам до свидания